Да, да, мы сейчас проводим наше занятие по книге «К душа Ватева», продолжаем то, на чем мы остановились в прошлый раз, мы занимаемся вопросами двух яцарин, доброе и злое начало, борьба между ними, о необходимости существования яцарара и связанной с этим борьбы для полного воплощения человеческого потенциала, скажем так. Так, напоминаю, для тех, кто был с нами или не был с нами, мы закончили вот такую потрясающую историю про рабе Леви Ицхака из Бердичева, который перед одним из емкипуров, он, будучи в роли Шалех Цибура, то есть того, который выступает с молитвой от имени всей общины, да, он перед на возвышении Бима, перед Ароно Кодышем стоял, закутавшись в роли, и вдруг, значит, и не молился. И когда, как бы, ну, видимо, народ стал вопрошать, почему он не молится, и все, он вдруг как бы воскричал и сказал такие странные фразы. Если ты такой умный и если ты такой ученый, вот ты сам и молись. А потом нам как бы говорилось, что у нас, а, да, ну, давайте, может, прочитаем этот конец. Если Андрей поднял брови, ты не слышал этого, нет? А, потрясающая история. Ну, хорошо, давайте его прочитаем тогда. Тем более, что она красиво заканчивала предыдущие, по-моему, там из присутствующих, может быть, не все как бы были. Мы с Гришей были точно, но неважно. Быстренько. Рассказано о Рабе Левисе Бергечеве, что в один из годов Йом-Кипура, в праздниках Йом-Кипура, он был, как бы, подошел к тому, чтобы, ну, как бы, читать молитву посланника молящихся, да, и молитва, с которой начинается, молитва Йом-Кипур-Кольни-Дрей, завернувшись в Талит, но при этом молчал, вот написано. Итатев-Баталит выше атак, да. Лахар-Миспар-Камадакот-Шел-Амтана. После нескольких минут, как бы, видимо, напряженного ожидания, Ра-Калет-Раби-Леви-Ицкак-Мессир-Эт-Талит. Вдруг Каль, то есть молящийся, увидели Ра-Би-Леви-Ицкак, который Мессир-Талит, который снимает Талит. Юрет-Мэ-Абама спускается с Бамы, вот с этого возвышения, в Эцуэк, и кричит, кричит громким голосом. И мата-Казэ-Кахам-Казэ-Лам-Дан. Типалэ-Лата, если ты такой умный и ученый, так ты сам и молись. На изумленные взгляды, значит, публики, Ра-Би-Левицкак отметил, я хотел, рассчител и отхиллый панель, у питомы ге-есер-ра-шили. Я вот хотел молиться, вдруг ко мне подвалил е-есер-ра-ра. Подвалил-то я сказал, конечно, не обязательно подвалил, а как бы, ну, поступил, наверное. Шаль-те-то спросил его, матал-сэ-по? А что ты здесь делаешь? Вы уйшивли? Матал-сэ-по? А что ты здесь делаешь? А не тело? А не арав-эшель-бердичев? Я ему ответил, я арав-эшель-бердичев. Ву амаре, гаманя арав-эшель-бердичев? Он сказал, а я тоже арав-эшель-бердичев. Амар келок, кэн? А валя не ламать, если рабе шмельке, ми никольсберг, наверное. А я ему говорю, да, но я учился у рабе шмельке из Никольсберга. Вы уйшивля. Он мне отвечает, гаманя амати, если рабе шмельке, а я тоже учился рабе шмельке. А филу я шавки, тхалю, то савсаль. И даже сидел с тобой за одной партой, скажем, да? Бехоль давар шаити гаму, а я ити. И выяснилось, что все, что я делал, в каждом месте я был, он все время был со мной. Раити шиу лой я не ехли. Я говорил, что он не отступает у меня. Лаханамарти лой, поэтому сказал ему. Им атак, азэ хахабы, азэ ландан. Им это такой умный, да, и ученый. Ну, тут тебе полы ротаток, ты и молись вместо меня. Рабе леве Исхах Мебердичев, из кавэн лаумар. Этим рабе леве Исхах Мебердичева, он, по-видимому, подразумевал сказать, что сила Исхах Мебердичева, по-видимому, представляет часть, как бы, нас самих. Я думаю, что не лучшим, тогда я тоже там замкнулся. Лалуш – это тесто месить. Я думаю, что идея такая, что мы замешаны вместе с Есхарара, да, и мы всегда замешаны, то есть мы с собой представляем всегда смесь вот двух начал, да. Имзот, но вместе с этим, а вот даже был такой конец, он нас, по-разному, Гриша не слишком убедил, но окей, вспоминаю. Но Имзот вместе с этим, Нишмата Адам и Икара Адам, но вместе с этим Нишмата Адам, душа человека, она представляет собой основу Икар человека, то есть главное, что в нем есть. Поэтому ему не следует отчаиваться и не молиться. Почему? Потому что его Икарара, конечно, не умеет молиться. Окей, вот такая замечательная история, да. Она не ответила на все наши вопросы, которые были очень важные, да, но, тем не менее, красиво подвела черту. Сабаба, ну хорошо, тогда будем читать дальше, правильно я понимаю? Народ, кивайте голосами на своих иконках, либо говорите. Хорошая история. Да, окей, Сабаба. Ну хорошо, давайте начнем. Да, вот Ира показывает палец большой. Так тоже можно. Отлично. Ну хорошо, чуток почитаем, да. Ну давайте, я, может быть, чуток начну, потом по желанию. Вообще у нас на самом деле есть продвинутые уже ребята. Вот Гриш читает, Тимофей тоже читает. Так что вполне как бы можно попробовать свои силы. На самом деле, даже если займет несколько больше времени, мне кажется, что это очень важно. Но, тем не менее. Окей. А ковеш ве ахаси? А именно, тот, кто обуздывает, и праведник. Ну так, по-видимому, не знаю. По-видимому, более правильный перевод мы поймем дальше из контекста, да. Каамур, а мы циюты не на идеале. Как было сказано, Рам циют, реальность не идеальна. Ве ава то лам азе и нам и у зенет. И любовь к этому миру не является сбалансированной. Ла хэн и та хэн ша адам и што кэ гамлы дварим асурим. Поэтому очень может быть, что человеку страстно захочется запрещенных вещей. Да. Не ше это шейла? Тогда этот раз напрашивается вопрос. Каким образом человек принимает вызов или борется с тем фактом, или принимает тот факт, что у него в нем есть стремление к злу в человеке. Ешь тот, кого, вот это вот страстное стремление, почему я говорю страстное, в скобках говорю, на иврите, как вы знаете, есть несколько синонимов, наверное, как и в русском тоже, сейчас можно подумать или не подумать, на тему желаний и стремлений. Самое простое из них, они роцы, это называется рацион. Рацион – это желание. Елот говорит, они роцы, мантад, я хочу конфетку, да, а вот тшука, о-о-о, тшука – это сильное слово. Чаще всего тшука обозначает стремление к чему-то физическому, плотскому, честно говоря, чаще всего, насколько я понимаю, это в отношении между полов. То есть вот когда не платоническая давка другая, любовь физическая, она называется давка тшука. Тшука – это именно это. Поэтому, когда я почему это говорю, потому что здесь написано «лэйштокэк», это означает, что он не просто хочет. По-русски, по-видимому, это страстно желает, потому что страсть – часть как бы любви, да. Так вот, есть тот, который страстно желает этого, да, это вот страстное желание, и штокэкут, да, она его приводит к решению делать зло. Есть такой, что у него даже вот это вот стремление к злу, оно прилипает к ессаратов. Мне кажется, что он, несмотря на свое вожделение… Я тоже подумал, что… А, да, правильно, да, сто процентов, да, правильно. Я тоже подумал, но потом… Ну, неважно, да. Но есть и такие, у которых, несмотря на страстное желание, стремление к злу, давек, то есть он прилипляется, бьется ротов к доброму началу. Адам зэнек рад садик, и такой человек называет садик, праведник. Мишум шэ, агда рад от садики, потому что определение праведника, оно таково. Мишум шэ, то, выносэ, рад тот, кто делает добро и не делает зло. Вот сноска есть на пятое. Посмотри, Рамхалим, Силат, Ишарим и так дальше. Окей? Зо, ягда, рама, асид, шейна, омэрэддавар, аля, ламо, аплимиши, рацадик. Это Рабшарки пишет, продолжает, что это некоторое практическое определение, которое ничего нам не говорит о внутреннем мире праведника. А только как бы определяет, постанавливает, что этот человек, в смысле цадик, он действует, как от него требуется. Но мудрецы Израиля обсуждали не только вопросы подходящего, приемлемого или подобающего поведения, а не только поведения, как я сказал, подобающего, но и стремление, вот этому стремлению, тоже подобающему. Итак, в предисловии к Масахе Тавод, к трактату, ну, вдруг забыл, по учению отцов, да, по учению отцов, мафхин рамбам бен шней сугей чра цадиким. Рамбам, он проводит, или определяет, или проводит как бы разницу, разделяет между двумя видами цадиким. Вот шней судимшим цадиким. А цадика решен мечту кэклы дворима сурим. Первый – это тот праведник, который дастремится к запрещенным вещам. Ахуку вешет яйцо, но он превозмогает, да, свое злое начало. Вейно сэра и не делает нехороших вещей. Вейло отцови кашине уйсир, у хасид. А другой праведник – это тот, который называется хасид. Как же перевести хасид? Благочестивый человек, наверное, так, что ли, не знаю. Шеклай эйноми штокэкла дворим асурим, которому вообще нет устремления к запрещенным вещам. А шейла и маадик. Тогда спрашивается вопрос, а что предпочтительнее? Ни мя цадиким и йотэр шалэм. Кто из этих двух видов праведников более совершенен? Бымабад решен. На первый взгляд, Омер Рамбам, говорит Рамбам. Но сэ зэ шануй бымахлокет бэйна философина у бэйн хахмейстраэль. Этот вопрос находится… По поводу него есть разночтение спор между философами и между мудрецами Израиля. Ну, то есть как бы между, по-видимому, греческой традицией философской и между еврейской традицией религиозной. И поэтому, по мнению философов, а хасид, хасид мы говорили, благочестивый человек. Значит, запомнили, да? Благочестивый тот, у которого вообще нет злого начала, то есть как бы его никуда, он никуда не стремится, да? Так вот этот хасид, он называется хасид, да? Это так его называют. Ну, хорошо, благочестивый. Он превосходит того, который справляется со своим ецаром, который обуздывает свое злое начало. Шехен им адам мечту кэт лэрак, а ям бы навшел киль куль хамур. Почему? Потому что человек вообще, в принципе, у него есть стремление к злу. Значит, у него в душе, в принципе, существует какая-то ущербность. Ахлы дат хахме Исраэль. Но, по мнению мудрецов Израиля, Аковеш, тот, который побеждает свое злое начало, у него более высокая степень перед хасидом. То есть он превосходит хасида, того, который благочестивый. Лэдугма, к примеру, в Масахи Цука, в Масахите Цука, сказано, Неймар, Коля гадоль ме хаверо, Исра гадоль ме мену. Тот, который, каждый, который более велик, ну, видимо, превосходит, превосходит своего, как бы, ближнего, своего товарища, у него и ецар тоже больше. То есть, как бы, получается такая симметрия. Чем более великий человек, тем более великий у него ецар. Да? Кэло ма ке коль шадав гадоль йотэ. Ну, вот, близко к тому, что я сказал. То есть, говоря другими словами, чем более великий человек, бе храх есара шелог гадоль йотэ ретэ. И с необходимостью следует признать, что его ецар, он, ецар ецар, имеется в виду ецарара, он тоже пропорционально этому велик. То есть есть прямая, как бы, симметрия. Амира зумы хималы на емарлы аэль бешэ махахамин. И вот, как бы, такое определение, такая формулировка, она подходит к тому, что было написано выше, то, что мы сейчас прочитали. Было сказано от имени мудрецов. То, о чем говорили мудрецы, то, что мы цитировали выше, о том, что стремление человеку к дворим асуим, к запрещенным вещам, представляет, я бы сказал, тут этого слова нет, но, как бы, наверное, интегральную часть от духовного мира человека, от его внутреннего, как бы, строения. У Леодан Гадор есть... Бриюто – это разве строение? Может быть, это здоровье имеет в виду бриют? Да, ну, бриютонов, да. Да, смотри, интересно, кстати, наявите, я сейчас только это заметил, творение и сотворение, и здоровье – это один корень, на самом деле. То есть Бари, Бари – это тоже Бейтреш-Алов. И Левро – это тоже Бейтреш-Алов. То есть, на самом деле, может быть, из этого человек, творение изначально, оно здоровое, а потом оно, может быть, портится. Может, с этим как-то связано. Но здесь написано, да, хэлэк ме бриютонавшит. Да, ну, как бы, бриютонавшит в смысле... Душевного здоровья. Ну, да, наверное. Если человек абсолютно идеален, нельзя его назвать душевно здоровым. Ну, наверное, да. Да, да, да. То есть, как бы, это часть его, как бы, внутреннего, не знаю, менталитета, психической структуры и все. То есть, это интегральная часть, да. У лаадам гадорь ешкоход хаим, долим ва хазаким йотэм. И у человека, как бы, более возвышенного, более, ну, не великого, но более продвинутого, более морального, более высокого, да, вот, у него есть и, как бы, жизненные силы, более высокие и сильные, более высокие и сильные. Окей? Рамбам мэви маамар хариф авьютэ. А вот Рамбам приводит статью, или там, говорит, еще более резко, еще более резко это выражается, а именно. Рабан Шимон бэнгэм леэль омэр. Вот Рабан Шимон бэнгэм леэль говорит. Ло юмар адам и Эфши леэхоль баса бахалав. Неправильный человек будет говорить, невозможно представить, это я себе добавляю слово представить, не нужно себе представить вообще ситуацию, когда ты ешь мясное с молочным. Эфши леэль бош шатнес. Невозможно одевать шатнес, то есть смешанные виды, как бы, одежды, да? Леон и шерсть, по-моему, если я не ошибаюсь. И Эфши лаво али рва. Да? Невозможно представить, невозможно заниматься запрещенной половиной связанности. И Эфши невозможно, мне кажется, что идея такая, то есть невозможно представить ситуацию, потому что у меня вообще-то не хочется, мне противно это отвратить, но такая идея, да? Эла, Эфши, Эла, Афши, а нет, наоборот, да, Афши, именно, да, как бы, ну, теоретически, наверное, такая ситуация может быть, да? Ума асе, Ва, Виши, Вашамаем, Газарэла, а что я сделаю? А что я могу сделать, если Отец Небесный, он так запретил мне это делать? То есть идея, идея, как бы, такая, вы это очень резко, что человек, неправильно человеку говорит, да я вообще не люблю свинину, да я вообще не люблю там, мясного с молочным, да мне вообще тошнит от этого, даже подумать, да женщины вообще там, я посмотрел, меня тошнит вообще сразу же, кто об этом может подумать? А он говорит, это неправильно, сын неправильно говорит, правильность человек не будет врать себе, а будет говорить, да, действительно, очень может быть, что тянет, иногда тянет, и все, но ничего не могу сделать, все, так мне заповедовал Отец Небесный, этого нет, и именно поэтому я это не делаю, а не потому, что у меня это отсутствует, наверное, это такое дело, это такое дело, то есть, хазаль, мудрецы, да, сказали, они нас как бы инструктировали, или сказали нам, как надо следовать, наставляли нас, вот, наставляют человека, чтобы он не ломал, в смысле не аннулировал, да, свое стремление к запретному, а только-только бы, ну, как бы препятствовал, да, или устранялся от того, чтобы это исполнять, исполнять в смысле запрещенное, а человек вполне может, как бы стремиться, или хотеть, страстно желать, есть молоко с мясом, но при этом, при этом может вполне, как бы устраняться, от того, чтобы это исполнять, с практической точки зрения, да, и именно тот человек, который превозмогает свой ецер, свое злое начало, борясь с ним, этот человек является более совершенным, с точки зрения хаза, с точки зрения мудрецов, окей, ну, вот на одном дыхании, кто-то что-то хочет сказать, да, у меня такое было, и нежелание, и так дальше, вот, я просто для себя пытаюсь понять, хотя, получается, у меня даже нет желания, к чему-то плохому, за что же тогда получать награду, где здесь свобода выбора, ну, вот это, наверное, да, ты правильно говоришь, да, да, у Ромбама тоже была эта мысль, что, когда, да, как бы есть выбор между добром и злом, тогда, как бы, есть за что быть награжденным, да, ну, да, ну, как бы по логике, действительно так, единственное, что мне немножко мешает, понимаешь, потому что здесь, как бы, хасида, грубо говоря, опустили, да, но, в принципе, все-таки, как бы, сама идея, я уже не говорю, как бы, про хасидут, хотя, наверное, это другое, но в основе, как бы, это, наверное, лежит, да, благочестивое поведение, хасид и все, то есть, это, как бы, считается высокой мерой, а здесь, как бы, сказано, что хасид, грубо говоря, ну, если я совсем, как бы, скажу банально, и, может быть, нехорошо даже, но, тем не менее, человек импотент, да, у него, такая болезнь есть, да, он импотент по жизни, человек там, я не знаю, физически не может там, а, мясо, например, не ест, вообще не ест, но есть люди, которые не едят мясо, да, какая ему награда за то, что он не ест мясо с молочными, если он вообще мясо не ест, ну, и, как бы, так дальше, понимаешь, так что, единственный вопрос, конечно, вот это вот хасид, все-таки, хасид, хорошее слово, и хасидизм, как бы, и вообще, хасидут, и так дальше, поэтому, ну, в целом, я думаю, то, что ты сказал, мне кажется, что это вполне логично, да, наверное, так, окей? Здесь же так и сказано, поэтому он и менее велик, да, что он еще не преодолевает, а более велик тот, кто преодолевает, то есть, цадик в этой терминологии. Да, единственное, что, конечно, довольно остро прозвучало, на мой вкус, во всяком случае, это то, что, смотрите, то, что в конце было сказано, о том, что чем человек, чем человек выше, да, тем у него, сильнее его внутренний потенциал и силы, с которыми он должен перебарывать, то есть, грубо говоря, у него оружие борьбы более сильное, но вот предыдущая фраза была о том, что чем больше человек, тем больше у него ЕСРА, вот это как-то, не знаю, если это просто симметрия, то тогда понятно, но если это как бы такое утверждение по жизни, все-таки это не очень понятно, как бы, не знаю, мне кажется, такой подход, ну, как бы, морально, что человек, занимающийся традицией, вот, не знаю, в синагогу ходит, молится, вот, уроками занимаемся, как мы, но, не знаю, по-видимому, у него должно быть как бы меньше стремления к Плотскому, правильно, чем чувак, который целый день сидит там, не знаю, мультики смотрит, в смысле сериалы там, и все прочее, но почему человек, который занимается как бы, богоугодными делами, возвышенный филолог, не знаю, там, пишет трактаты, там, изучает традиции, вот, и, а у него плотские желания, они тоже сильные, вот это я не знаю, вот это мне было не очень, мне лично это было не очень. Это не плотские желания, может, это просто испытания идут у него более сильнее? Чем выше он поднимается, тем тяжелее испытания? Ну, хорошо, значит, его есть на что испытывать. Наверное, Богу виднее. Ну, ему всегда виднее, Сабаба, но мы как бы здесь и находимся для того, чтобы посмотреть, что нам, что мы можем подсмотреть, грубо говоря. Значит, мне это было, вот это мне было не очень понятно, это какая-то глубокая вещь, которая, наверное, по жизни это действительно так, что чем более великий человек, да, который вот круто занимается какой-то деятельностью и все, то есть у него раскрученный вот такой маховик, он все делает много, он очень крутой, он очень инициативный, он очень, он общественник, он то, не знаю, и у него, наверное, маховик раскручивает во все стороны. Такая идея, не знаю, я по-другому не могу понять. Мне кажется, фраза тут сформулирована, да, всякий, кто более велик, чем его товарищ. То есть если мы видим великого праведника, это значит, что он преодолел там очень большое начало, да, то есть тут, в принципе, идет сравнение уже таких великих праведников. Там была где-то фраза просто одна, чем больше, чем человек более велик, тем есер его более велик. Это я не придумал. Да, я про него говорю. Да, 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 ну да, у человека должен быть бэйхрах, у него должен быть есер, должен быть пропорционально как бы его величие. Я не очень понимаю. Понимаешь, как бы, ну, оставим это. Есть нормальные праведники, да, ну, праведники, да, все хорошо, но у них нету такого большого есера. Когда мы видим какого-то великого цадика, значит, он много преодолел, да, но это не значит там, что у других какие-то проблемы. То есть им дали какой-то злой начал, с которым они работают, справляются, да, то есть они, может быть, если им дать больше, то они тут же и упадут, да, поэтому к ним такие требования не предъявляются. Смотри, я тебе скажу честно, несмотря на то, что у нас идет сейчас запись этого урока, я бы, например, я бы не позволил себе этого, конечно, в лутиторию Рава Шерки. Если бы я был с ним один на один, я бы у него спросил, а что, как бы рабейную, я не очень понимаю, вот конкретно вас на мясное с молочным тянет больше, чем меня, простого человека, я уже не говорю про другое, понимаешь, как по-простому, но понимаешь, что ты более велик, чем я, что я, как бы, котонки называется, ну так и что, хорошо, все твои страсти, они более крутые, чем у меня, не факт. Ну ладно, оставим это, при случае спрошу урока Шерки, окей, как насчет с мясным, молочным и прочим, окей, пойдем дальше, будешь читать, Андрей, Да, могу. Давай, сабаву. Так, Ишу хастера, каимим шней сугей ра, как бы, уравновешивание противоречия, существуют два вида зла. Вэ улам бэм шех мэва эрха рамвам ше эйн коль стера бэн гишата философим сли гишата хамим. Однако в продолжении объясняет рамвам, что нет никакого противоречия между подходом философов и подходом мудрецов. Шэкэн еш ля апхин бэйн шней сугей ра, потому что нужно различать между двумя видами зла. ха философим оским бэмусар ха тиви, вэлахэн хара шэгэм мэдабрим алаф, ху хара а шаях литхум зэм. Философы занимаются естественной моралью, и поэтому зло, о котором они говорят, это зло, относящееся к этой области, то есть в области естественной морали. Адам хамитавэла ассот маасэ бил тимусари, аль пи хамусаратив и кэгон рацахо гэзэль, ху бээмэд баль пхитуд. Так, человек, который страстно желает совершить неморальные действия согласно природной, согласно естественной морали, такое, как убийство или воровство. Ху бэмэд баль пхитуд. Он на самом деле человек маленький, мелкий. Вадарий. Ну да, ну ущербный даже можно сказать, да, пхитуд. А, вот это, вот это как раз на эту тему. Вот как раз на эту тему. То есть, конечно же, не о таких состояниях говорили мудрецы наши, что всякий, у кого, кто более велик, чем его товарищ, его злое начало больства. И все-таки не об этом, да, речь? Не об этом, да, не об этом. Прямо ответ на мой вопрос. Да, не убийство, там, не мясное с молочным. Да. Раул адам шелой лихьет баль натияли дворим элуклаль. О! То есть, достойный человека, то есть, это правильно, как бы не стремиться, не обладать влечением к таким вещам вообще. Да. Без кубийству к воровству. В противоположность этому зло, о котором говорили наши мудрецы, ше эль гнайли, што кэкэ лав, к которому не позорно стремиться. Это зло, гамукдар, зло определяемое указанием божественным. Да. В Торе появляются запреты, которые, если бы не Тора, мы бы не знали, что есть в них зло. Например, вот это мясное с молочным. Человек со стороны своей природы, он не думает, что в этом есть что-то недостойное. Например, в поедании определенных животных или в том, чтобы пить кровь. В Лефихах гам леахар матан Тора, энлиц, апо, шема, рехет, ит, адхушод, шелядам, клапэ и сурим элу, тиштане. В Лефихах гам леахар. И согласно этому, также после дарования Торы не стоит ожидать, чтобы система вот этих желаний, человека, клапэ и сурим элу, тиштане, желание человека относительно этих запретов изменилось. Потому что непонятно. Я думаю, что это все, да, эти все, вот перечисленные, мне кажется, то, что называется хуким. То есть не мишпатим, а хуким. Хуким – это то, что как бы приказания свыше, которые, если бы они не были написаны, так непонятно вообще, что у них как бы плохого. То, что нельзя убивать – это понятно. То, что нельзя грабить – это очевидно. Это мишпатим. А хуким – это приказание царя, который на вопрос, а почему так он говорит? Нет этому объяснения, просто в моем как бы дворце так это делается. Все, вот такие у меня правила. И все. И невозможно понять, почему нельзя есть лягушку там или там рыбу без чешуи и пятые десятые. Потому что если нет этому логическому объяснению. Окей? И тоже после принятия Торы тоже не становится особенно более понятно. То есть его марахи Тхушима, она не реагирует на это. Только потому, что он должен пойти взять на себя специальное ограничение. Не делать это, потому что так по-простому непонятно. Такая, наверное, идея. Вот это называется царь и луки. Правильно? То есть после того, как Тора запретила есть свинину, желание есть свинины не увеличивается? Правильно. Скажем так, оно не пропадает, оно не может у человека пропасть естественным образом. Потому что это не входит в рационал. Это не то, что человека нельзя убивать. Почему? Потому что нельзя других людей убивать. По-видимому, так до этого, как бы, это у него естественная мораль. А вот эти вещи, они невозможны, они не связаны с естественной моралью. И об этих запретах сказали мудрецы, что человек может сказать. Они имеют, что что я стремлюсь к этому, и все-таки я этого не делаю. Ну да. Все. Следующий отрыв. А, окей. Ну хорошо. Есть желающие читать? Желаю читать? Нет. Окей. Ну хорошо. Читаем дальше. А, да. Кто-то что-то хочет спросить? Народ. Пока нет. Ну, замечательно. Все. Пойдем дальше. Тогда Майку Рошель. Я считаю, что все-таки великий вот этот самый цадик, это тот, кто преодолел желание есть мясное с молочным или свинином? Ну, наверное, типа того, что у него это происходит, типа, да, да, ты прав. Наверное, И как бы немножко перепутано, по-моему, как бы так и так, по-простому, тот вопрос, который я задавал, он как бы более-менее отбит, да, что это, это не про это хозяев говорит. Да, что тот человек, который не хочет это убивать, да, это нормальный человек. Не то, что там какой-то цадик, он там, его тянет на что-то совсем недостойное. Ну, да, типа, я в шерке спросил, а что ты действительно хочешь, сказал, пришить так по жизни, сильнее, чем мне, мне так вообще, например, никого не хочется. То есть, поэтому действительно, как бы в это не входит. Окей, идем дальше. Мэкорошэль Йецэрара, а именно, в чем первоисточник злого начала. Мэкорошэль Йецэрара, а в чем заключается источник или основа Йецэрара, злого начала. А Маараль басифро Нецэх Исраэль, Маараль, да, в своей книге Нецэх Исраэль, в своей книге «Вечность Израэля» Макдиш Пэрак Шалэм Лэшэйла Зу. Он посвящает целый параграф вот этому вопросу. Употэх Этэ двора Бэшэйла Коэт. Он, как бы, начинает свои слова и начинает рассуждение с болезненного вопроса. Мадуа Невраим Кулам Мадуа Анивраим Кулам Пуалим Бээтэм Лэ Маалатам Вилутав Кам Исраэль, он начинает с такого болезненного вопроса. Почему все сотворенные, все живущие, все люди, они вообще действуют в соответствии с своими ну, молотам, наверное, своими возможностями, что-то, ну, типа этого, типа того, что, может быть, не среднее начало, но средняя линия поведения, она, наверное, более вытянна, чем у Израиля. То есть нет такого, нет таких пиков туле в другую сторону. Наверное, так, да? Вилутав Кам Исраэль, а вот именно Ам Исраэль давку евреев, Шенихан Бэймалот Илокийот Илокийот, Илокийот, Исраэль, именно он, мы видим, что он каждый раз как бы прокалывается, то есть падает во всякие низменные поведения, вещи и в Вьетсарара, и в злое начало. На Хара Цагару Кашир Ашиила Ашиила Медсадим Шених. И вот, так как он представляет долгое, белое-долгое представление этого вопроса с различных сторон, с различных аспектов, мэвиа мараль эт гибрея Талмуд бамасахи Цука. Мораль приводит слова Талмуда в трактате Цука. Тану Рабанан. И вот как рассуждали мудрецы. Вэйта Цфуни архит мяныхэн. Сейчас мы слышим, что такое Цфуни. И что-то такое северное, да? Северное, от страны, от них. Зэй есарара. Шэ Цафон вэлмэте бэллибо Шэля Адам. Это есарара, это злое начало. А, что Цафун, который спрятан, сокрыт и находит сердце человека. То есть, в принципе, скрыто от человека, как сердце, например, скрыто. Не знаю, для тех, кто не знает, интересная такая вещь, вот, что на иврите страны света, да? Ну, вот север называется Цафон, правильно? А интересно, что с этим связано совсем слово непонятное, почему это связано именно с севером, а именно все, что связано с совестью. И совесть одновременно синоним с сокрытым, спрятанным, а именно Мацфун это совесть, Цафун это спрятанный, да? Вот то, что предшествует в пасхальной Агаде Цафунов и Каман спрятанный и так дальше, да? Это называется Цафун спрятанное. Ну и, кстати, Мацпен, что такое Мацпен, господа и дамы? Компас. А Мацпен это компас? В каком-то смысле компас это тот, который открывает спрятанный и показывает, где у человека находится совесть. На самом деле показывает на север. Ну вот это такая игра, не очень понимаю, почему это с севером связано, люди более умные, чем я, могут как-то это объяснить. Но, тем не менее, здесь очень понятно, почему слово Цфуни. Итак, в этот Цфуни хикми альхэм, а как бы северность, либо, по-видимому, спрятанность, спрятанность отодвинула от них. А что это такое? Это Есерара, что Цафун в Омэд были бошили Адам. А это Есерара, который Цафун, то есть спрятан, сокрыт и находится в сердце человека. ВЕ АДРАХАТАВ ЭЛЬ ЭРАЦИЯУШМАМА А И отодвинул его, в смысле, удалил его в землю необитаемую и пустынную. ЭРАЦИЯУШМАМА ЛЕМАКОМШИ ЭНБНЕ АДАММЫ ЦУИМ ЛЕЙТГАРОДБО То есть те места, в которые обычно человек как бы не посещает, не живет ШАМ, не живет ШАМ, в смысле, там, ТОВ. ЭТПАНАФ ЭЛЬ АЯМА АКОДМОНИ И направил его, устремил его в сторону, не знаю, древнего, древнего, древнего моря. ШАНАТАН ЭНАФ БЭМИКДАШ РЕШОН БЭРХИВО БЭАРАК ТАЛМИДЕХ ХАМИМ ШЕБО По-моему, это вот как жалко НЕХАМ, но по-моему, как эта идея в том, что он в первом храме был совершенно ШАНАТАН ЭНАФБЫ МИКДАШ РЕШОН ВЭХРИВО ВЭАРАК ТАЛМИДЕХ ХАМИМ ШЕБО по-видимому, обратил внимание на НЕГО в первом храме в ЭХРИВО и разрушил его и убил ТАЛМИДЕХ ХАМИМ мудрецов, которые были в этом храме, наверное, так что ли? ВЭСОФО ЭЛЬЯМ АХАРОН А конец его в море последнем ШАНАТАН ЭНАФБЫ МИКДАШ ШЕМИ обратил внимание или призрел его, призрел в смысле увидел, в МИКДАШЕ ШЕНИ во втором храме в ЭХРИВО и тоже разрушил его и убил мудрецов, которые в нем ВАЛА БЭЭЭШО ВЭТААЛ ЦАХАНО А, БЭЭШО и, ну, в общем, ВАЛ СМРАТ и, в общем, не знаю, ВОЙН НЕПРЕСТОЙНОСТЬ поднялась от него, видимо, от ЕЦРАРА ШЕМЕНИЕХ УМОТ АУЛАМ ВЭМИТГАРЕ БЭСОНЕЭМ ШЕЛЬ ИСРАЭЛЬ и он оставляет, это вопрос, почему евреи отличаются от народов мира вот по этому параметру, такая идея, ШЕМЕНИЕХ УМОТ АУЛАМ и он оставляет народы мира, в смысле, не занимается ими, ВЭМИТГАРЕ БЭСОНЕЭМ ШЕЛЬ ИСРАЭЛЬ ВЭМИТГАРЕ БЭСОНЕМ ШЕЛЬ ИСРАЭЛЬ А, ну хорошо, это ЛАШОННЫ КИЯ, то есть, не хотят напрямую, так говорят, но идея такая, что этот ЕЦРАРА, он занимается в основном, как бы, ивреями, АУМОТ АУЛАМ других народов, он как бы, меньше к ним, меньше их задевает. КИ ИГДИ ЛАСОТ, почему? Потому что фраза из, не знаю, ты или, по-моему, в молитвах точно срезается, ИГДИ ЛАСОТ, в смысле, увеличил действовать, то есть, как бы... Это же наше любимое место, АЗЬЮМРУ БАГУИМ, ИГДИ ЛАШЕМРУ. Да, АЗЬЮМРУ, да, ИГДИ ЛАСОТ, ИГДИ ЛАСОТ, здесь надо понимать, что ИГДИ ЛАСОТ, в том плане, что он... Скажут народы, Великое Господь сотворил с ними, то есть, евреями. Да, ИГДИ ЛАСОТ, в смысле, со страшной силой натравил на них ЕЦЕРА, АМАРАБАЙ, УТОЛМИДЕЯХАХАМИМ, ЙОТЕРМИКУЛАМ. Ну, вот как раз этот ответ. А на Талмидеях Хамена мудрецов еще больше. Ну, то есть, как бы, дословно, может быть, нам НХАМ, когда-то, или, значит, она увидит запись, она услышит наш призыв, она нам объяснит более подробно, но идею мы более-менее поняли, то есть, как бы, обсуждалась идея, почему Рамхаль говорит с разных сторон, что такое получается, что среди евреев, вот, нехорошо, конечно, столько подлецов, и вообще, и все проще, и даже, может быть, больше, чем у нормальных, как бы, нормальных людей. Народов народа мира. Почему они так низко падают? Казалось бы, АМСИГУЛА, избранный народ, пятый и десятый. Ну, вот здесь, как бы, это объяснялось, что вот ИГДИ ЛАСОТ, когда, ИГДИ ЛАСОТ, это такое интересное объяснение, что на самом деле, ИГДИ ЛАСОТ, в смысле, что занимается нами больше, чем ими, занимается, натравливая, это я говорю, натравливая на нас, на них, на евреев, и есерара. АПИА ТАЛМУДКИ, КОЛЬШИЯ МИДКАБМИМ, ЮТЭРБЕМАЛОТАК ДУША. И поэтому, с точки зрения Талмуда, не по мнению Талмуда, чем больше продвигаемся по ступеням святости, МИДКАБЕР, ЕСЕРАРА, ЕСЕРАРА, ЗЛОЕ НАЧАЛО, ВОЗРАСТАЕТ, как бы симметрично, пропорционально, АМЛАТ ЛАХШИЛЬ, ЭТИТКАБМУДКИ, для того, чтобы препятствовать, или, как это ЛАХШИЛЬ, по-русски, в одном слове? Создавать преткновение. Да, 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 создавать преткновение для вот этого продвижения, как бы морального. Окей, то есть, как бы, евреям, по-видимому, большим народам мира, скажем так, заповедано подниматься, и облагораживаться, и пятое-десятое, а ЕСЕРА, специально с этим подножки, чтобы они туда, как бы, не поднимались, да, и вот это называется ЛАХДИЛАСОТИТАМ, да, УЛАМ, МАУТО ЕСЕРАРА, Но, а что же тогда, вот это, кто это такой ЕСЕРАРА, УМАЮТО АИТГАБРУДНО, А в чем заключается этот ЕСЕРАРА, в чем заключается вот это вот усиление, его усиление. АПИА МАРАЛЬ, ЕСЕРА ИНО ИШУТ АЦМАИТ, ЕСЕРАРА не является суверенным представителем, субъектом, да, не является суверенным субъектом, да, ШЭТЕ ШАХОР ИНКНАФАЯМ ИРУТОТ, ну, это такой типу юмора, да, о том, что это такой чертик с растрепанными крылышками, да, КАРНАЕМ ВЕ КАЛАШОН, что-то я забыл, что это такое, КАРНАЕМ, это тоже эти самые, А, с рогами, КАЛАШОН, не знаю, можете посмотреть, что такое КАЛАШОН, РОК тоже какой, черт его знает, что такое КАЛАШОН, посмотрим, для интереса, ВИЛЫ, ВИЛКА, да, А, ну, чертик такой, знаете, черты рисуют, с рогами, да, то есть, да, ну, это, ПАРАМХАЛЬ, это не, это не вот такой вот, чертик с вилками, там, туда-сюда, ЭЛАУ, АМЭТАХШИНУЦАРКИТАЦААМИИКВИМАМШШЕЛЬШНЕУЛАМОДА, а он представляет собой, ну, пойдем, метафизически, да, представляет собой вот эту вот напряженку, напряженность между этими двумя полиполюсами, я добавил слово полиполюса, здесь этого нет, как результаты существования вот этих двух миров, АУЛАМАТИВИВА, АУЛАМААНИВДАЛЬ, то есть, мир природный и мир отделенный, в смысле, отделенный от природного. Ну, и для того, чтобы прояснить вот это вот утверждение, давайте смотримся вот такой физический опыт. КАШЕР ПОРСИМ МАПА АЛЬШУХАН, вот когда расстилают скатерть на столе, АЛЬШУХАН ГАДОЛЬ на большом столе, УМИНАСИМ ЛАРИМОТА МИНЫКУДАГА МИРКАЗИТ АЛЬЯДЭТЬ СВИТА, и пытаются ее поднять путем цвета, это вообще, как это они, в этот хаят, а, щипание, путем, ну, не щипание, а в смысле, вы хватаете за центр, это такой большой скол, скатерть, и вы типа вулкан там поднимаете, цепляя, хватаете за центр эту мапу, и вот так ее поднимаете, да, вообще цвета это щипаться вот, да, у Натан вот цвета называется, вот раввины в синаголах, они ужасно любят стоять, когда народ выходит, и вот детей хватать за щеки, это называется цвета, дети это ненавидит, ну, хорошо, это я так сказал, по опыту своих детей, так вот, в тот момент, эта мапа, она нитбекет, она прилепляется к самому столу, ну, видимо, по краям, да, атмосфере, замечательно, прочитал это слово, из-за атмосферного давления, не знаю, придите за тот опыт, не знаю, если у нас физиков нет, сейчас на Мишу Голосовске все это объясню, вот берешь, так поднимаешь, у них, соответственно, все остальное прилепляется, имна таргема, это не суила битуй циури, а если мы, как бы, трансформируем этот опыт к такому иллюстративному объяснению, ну, марша от эво сонэ хориго, то мы скажем, что природа ненавидит исключения, ну, то есть, по-видимому, когда вот ее так щиплет и поднимают, то она призалипает, потому что они любят этих дел, в природном мире существует стремление к уравновению, к балансированию, уравновешиванию, да, однообразию, наверное, скорее, да, однообразию, правильно, и для воцарения или установления всеобщего равенства, ну, равнодействия, равенства, не знаю, и когда есть какой-то параметр, который пытается, как бы, исключиться из этого правила, муфэрит алафмарэхэтла хацинта, на него устремляется система, как бы, давлений, анат лашэйлаши футонуээлэтер, для того, чтобы возвратить его первоначальное место, но это она объясняется, почему, как бы, эта мапа, она вся, кроме того места, которое, когда вы берете, делаете исключение, поднимает, то все остальное прилепляется, не дает тебе, как бы, не дает тебе изменить эту ситуацию, когда вся мапа ровная, и точно так же по отношению к человеку и к святости. Адам не вра бы целыми рукима, человек, что он по образу Божию, бы целыми руким у нетазар, бы тоха улама Тева, а целыми рукима, образ Божий, это представляется таким странным, чужеродным, да, вот, чужеродным элементом в природном мире. Лахэнка, ашэр адам, менасэлэ, ва те, эт, увдот, и юто, бы целыми рукима, поэтому, когда человек пытается выразить тот факт, что он создан в образе Божьем, а те вамуше хото элафу машпилоту, тогда природа тянет его к себе и принижает его, да, кэхольше олим ютер бэймалотак душа, и чем больше поднимаемся по ступеням святости, адам, ам, и сраэль, тэм, и дэх хаммин, причисляется, кто один взятый человек, весь народ Израиля, мудрецы Израиля, но царм, это гадоль ютеры, поэтому возникает большее давление, ну вот, вспоминайте эту самую непростыню, о чем мы сказали, мапака, скатер, да, шалула, вилына, филот хамурот, которая может способствовать, которая может вызывать вот такие, взятый, вон, выходящие, падение, ну, в смысле, падение, нравственное, зэмэш муутоамидуекет, шэна мусак, ситра ахра, и это точное выражение, или определение выражения, есть кабале выражение, которая называется, ситра ахра, ситра ахра, это другая сторона, дословно это означает другая сторона, а валь мау ацада ахера, в чем же заключается другая сторона, а здесь выясняется, другая сторона святости, и поэтому другая сторона не является отдельно взятой субстанцией, является другой стороной монеты, а именно хорошего доброго начала, в то время, когда рождается в человеке, или зарождается в человеке желание продвигаться дальше, и как бы исключиться, или исключить себя, сделать исключением из вот этого природной ситуации, в которой он находится, но лад бог гамратсон хазак лейцамедо то, и в тот же момент появляется в нем сильное стремление обратно вернуть его лейцамед, в смысле прилепить его обратно к естественной ситуации, зэмэкуро амок шэль аесара, и в этом глубокое понимание есара, по-моему, потрясно. Да, очень здорово, никогда такого определения ситра ахра с другой стороны не слышал. Про скатерть запомните, красивая штука. Да? Ну что, кто-то что-то скажет? Мы, кстати, остановимся на этом, нет, мы сегодня очень много читали, нет, или есть желание дальше продолжать? Народ? Да, можно остановиться, было довольно... Да, я бы тоже остановился, надо переварить. Да, по-моему, классно. Ну смотрите, будет запись, можно еще послушать, по-моему, вообще говоря, вот эта вот последняя штука была сильная, да, о том, что человек, вообще, вот природный человек, да, вообще, это, конечно, здорово, отличается от такого пулистского возвращения к природу, и все такое, давайте назад, има дома, там, мама земля, тут маточка земля, туда-сюда, вот это совсем-совсем-совсем другое. Да, и по-видимому, это вот действительно, как бы, такой вот еврейский подход, который очень сильно отличается от этого популизма, там, не знаю, такого милого сердца, сердцу хиповать туда-сюда, вот это тут немножко по-другому все это, мне так кажется, не знаю. Вместе с этим, тут получается, что в матери земли ничего плохого нет, да, пока не появились евреи, да, то есть более высокие требования, и тогда, получается, вот появилась вот обратная сторона, как обратная сторона по отношению к большей святости, которая была, вот, ну, понимаешь, тогда получается, как бы, непонятно, зачем нужно вот это вот стремление лохрок, зачем нужно это стремление быть выведенным из природы, зачем нужно быть это стремление, получается, что стремление, как бы, вот эти молодка душа, что Раф перечислял, да, то есть все то, что как бы поднимает человека, получается, что поднимает человека, это начать выводит его из природного цикла, понимаешь, это странно, это странно. Не, ну, как раз Тора, она задает такие высокие ориентиры, да, И дальше там каждый человек себя оценивает, насколько его тянет их соответствовать этим ориентирам. Либо он так, поскольку посидит в какой-то небольшой святости. Это очень здорово отличается. Смотри, опять, я, конечно, не то, что вообще не специалист. Более-менее понаслышке в молодости читал там минимально чего-то. Смотри, как бы все восточные, да, там дао, даоизм и прочее. Ну, как бы, знаешь, путь природы, смотреть за природой и вообще как бы быть частью вот этого. То есть самое правильное – это быть частью вот этого природного как бы цикла, который является, на самом деле, как бы окончательной истиной. Здесь как бы все время это не так говорится, что вообще мораль и как бы вот это поднятие святости находятся вне природы. Природа, наоборот, хочет тебя прижать, как бы приспустить. Ну, конечно, тут все наоборот, да? Все наоборот, да, все наоборот. Откажись от желаний, да, сиди, слезься с природой. То есть природа – это добро, да? Ну, там… Да. Ну, смотри, может быть, даже в пересчете на какие-то вот социальные структуры, с одной стороны, даоизм, он звучал, особенно в молодости, очень привлекательно по отношению к советской власти и так дальше, да? Но если посмотреть, например, на что это как бы большевики перечисляли, ну и вообще материализм, да? Вот теория Дарвина. Что такое теория Дарвина? Сильно выживает, очень просто, да? И ты сильный, дави слабых, и все. А вся как бы вся основа, ну, я не знаю, может быть, как бы еврейской морали, которая перечисла как бы в западное общество, это поддержка слабого, это наоборот, общество считается сильным, это поддерживает слабых. И вообще, как бы, помощь нуждающимся вообще не называется милосердие, называется цдака, то есть установление, возвращение обратно справедливости. И это, по-видимому, прямо противоречит природному процессу. Природный процесс сильно совершенно не должен, должен давить этого самого, то, что вокруг нас арабы делают, и все, да? Слабого, вообще говоря, презирают, давят до конца, да? Так они к животным относятся, и все. Не наезжаю на арабов, не надо, конечно, всех мешать, но так, как бы, общая стигма, она так и говорит, да? Вот, то, что сейчас в Израиле совершенно дикая проблема бесконечная, миллиарды шекелей совершенно на то, чтобы каким-то образом исправить совершенно жуткую ситуацию в арабском сегменте, а то, что они бесконечно как бы душат друг друга, у них убийство каждый день вообще. Именно поэтому нет человека, нет проблем. Ну, вот так вот у них это делается. А здесь, и это, по-видимому, действительно естественный подход. А здесь, ну, я примитивно как бы все это спустил, но, да, похоже, что действительно так, что это совершенно противоречит естественному процессу, окей? И то, что природа хочет обратно зажать, это, да, это тоже интересно, красиво. То есть, и как раз во времена мудрецов вот эту идею выражали греческие философы, да? У них идеалом человека был такой идеал, идеальное животное, да? То есть, такой спортсмен там, сильный. Дискобол. Дискобол, да. Да, дискобол, вот, который при этом там никаких там слабых не защищает, да? Потому что, как бы, он... И вот это как раз был идеалом. Ну, да, смотри, если, опять же, пересчитать на какие-то известные нам современные либо недавние истории, да, если и Махшман, там, Гитлер, и нацисты, да, и то же самое, в какой-то степени, по-видимому, большевики. Все, кто был слабый, их просто удаляли. Почему? Потому что они совершенно не нужны, как бы, обществу, правильно? И то, сколько современное демократическое общество, западное, цивилизованное, назови как угодно, в том и самом Израиле, сколько денег тратится на, вообще, именно на слабую часть населения. Дикое совершенно. Хотя, казалось, кому это надо? Почему должны быть такие дотации инвалидам? Почему в любом месте должен быть обеспечен специальный подход для инвалидов, чтобы они могли, как бы, существовать точно так же? Почему в классах сейчас совершенно внедряются программы, где больные дети, да, там, даун и все прочее, почему они должны учиться в общем классе? Зачем мне это ребенку надо? Я хочу, чтобы мой ребенок продвигался, а эти будут его тянуть назад, тем не менее, считается, что правильно. То есть, прямо противоположны, как бы, природному циклу. Окей. То есть, вот это еврейское влияние, да? Я думаю, что да. То, что в Космике развилось вот это. Я думаю, что да. Я думаю, что да. И в этом отношении, конечно, немцы, не немцы, а нацисты, Битлеры, Макшмам, это вот прямо противоположно. Это прямо противоположно. Да, это именно природное. Это то, что были эти самые арийская раса и пятая и десятая. Да, это, по-видимому, прямо противоположно. Окей. Это был такой бунт природы, да, перед последним упавлением. Ну, собственно, они с этого и начинали, вот эти кружки германские, да? Что они уходили в леса, там. Да, 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 да. Да. Руны, там все дела. Да, да, да. По-видимому, да. Да. Ну, хорошо, остановимся, Найка. Кто-то что-то еще хочет сказать? Либо вы молчаливо соглашаетесь с тем, что мы тут обсуждали. Народ. Можно заканчивать. Хорошо. Спасибо большое. Да, по-моему, тоже классно пообщались. Ну, хорошо. Окей. Всем спасибо. Замечательно. Спасибо. Шавотов. Начали новую неделю. Всем здоровья. Будьте все здоровы. Спасибо большое. Не болейте. Будем продолжать дальше. Мы сегодня, кстати, на иврите будем обсуждать тоже вот такие природные расклады, а именно, как гнобят Биби Натаньяу у нас, тут вообще его расклады политической системы. Если хотите присоединяйтесь, будет интересно. Оставайтесь на нашем канале, как говорит Михаил. Все. Всем счастливо. Пока.